Русские следователи 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 мы говорим, можно прочесть каждому, но реальной возможностью ее прочтения обладает едва ли больше сотни человек, и не в течение дня, а в течение года. Таким образом, заметка относится к разряду бытовой публицистики для своих, для узкого круга лиц, общий интерес которых определен ориентацией на данный интернет-портал или на данного автора. Содержание заметки подтверждает ее характеристику как публикации для своих. Она относится к вполне бытовым эпизодам, которые описывают дворовый уровень конфликтов и борьбу гражданина против оскорблений и пренебрежения его интересами. Если бы не экспрессивная лексика, то это был бы обычный очерк, типичные картинки из жизни Москвы. В то же время экспрессивная лексика, использующая слово фашист, как ругательство, также указывает на бытовой камерный характер публикации, потому что если говорить о фашистах, то фашисты были в Италии, и надо проводить какие-то аналогии между фашистской Италией и современной Россией. Об этом речи нет, и тем более гастарбайтеры, какое они имеют отношение к Италии и Муссолини, и какие фашистские высказывания они могут представлять. Но скорее это ругательство. Немецко-фашистские оккупанты. Ну и вот здесь примерно как к оккупантам и отнесся наш герой, когда его оскорбили словом, слава богу, что не действием. В данной публикации автор описывает два конфликтных эпизода с участием азиатов, в кавычках, то есть лиц, которые поведенчески резко отличаются от коренного населения Москвы. Оба случая связаны с угрозами и оскорблениями, на которые автор заметки указывает как распространенные и делает обобщение по поводу миграционной политики столичных властей. Автор формулирует наказ депутатам городской думы в виде пожелания очистить столицу от гастарбайтеров-фашистов, в кавычках, то есть лиц, которые, судя по примерам автора, по эпизодам, которые он описывает, злобно относятся к коренному населению города. Также сформулировано общее пожелание к миграционной политике запретить въезд в Россию. Из контекста следует, что это относится к фашистам, то есть иммигрантам, проявляющим крайне негативное отношение к коренному населению. В данной заметке нет никаких признаков возбуждения национальной розни или призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Напротив, заметка направлена именно против возбуждения вражды и ненависти, которые проявляются гастарбайтерами и о которых автор заметки свидетельствует как очевидец. В сети интернет такая заметка – редкость взвешенности и корректности. В данном случае экспрессивные выражения не переходят к грани литературной нормы и лишь выражают эмоции автора. Тем самым заметка выгодно отличается от огромной массы публикаций самого разного свойства, в которых ненависть к коренному населению России или к иммигрантам, понаехавшим в страну в результате безумной иммиграционной политики последнего десятилетия, выражена в самых грубых выражениях. Вражда и ненависть являются фактом, результатом данной политики. Кто с этим будет спорить? Ну, видимо, в центре противодействия экстремизму будут спорить, а может и не станут, может и просто очередное уголовное дело заведут в качестве ответа. И она видна невооруженным взглядом всем, кто хотя бы минимально изучает межнациональную конфликтность на территории России. Заметка, о которой мы говорим, отражает лишь личный опыт автора столкновения с межнациональной враждой и выгодно отличается от основной массы публикаций в сети интернет конструктивным подходом. Его действия, описанные в заметке, это действия ответственного гражданина, который столкнулся с хамством, оскорблениями и угрозами в его адрес и в адрес всех москвичей. Автор свидетельствует о своих обращениях к лицам, отвечающим за оскорбивших его работников, а также о написании жалоб на их действия, к которым он пытался предъявить личные претензии. В заметке имеется негативное отношение к конкретным лицам сотрудникам сферы ЖКХ, относящимися, по мнению автора, к гастарбайтерам из Азии. Данное отнесение не может быть признано как национальное, поскольку азиатское происхождение ни в коей мере не указывает на какую-либо национальность. Азиатщина является общеупотребимым, хотя и некорректным эпитетом ни цивилизованности, ни культурности. Заметка не представляет искаженной картины действительности. Напротив, она подтверждает общеизвестное негативное влияние массового завоза гастарбайтеров на обстановку в столице, которая в течение последних лет стала крайне напряженной, а криминогенная ситуация резко обострилась. И это не ощущение коренных жителей Москвы, не только их ощущение, но и официальные данные, опубликованные от лица столичной полиции. По данным замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Сергея Ярыша, число тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами в столице в 2014 году выросло наполовину. Эти цифры отражают рост напряженности, причиной которой является массовое присутствие гастарбайтеров в Москве и особенность их поведения. Таким образом, заметка, о которой мы говорим, совершенно объективно отражает реальное положение дел. И таким образом, знакомство с результатами миграционной политики, знание уровня напряженности между коренным населением и гастарбайтерами-иммигрантами, понимание общего публицистического фона в сети интернет, а также реального охвата читателей, указанной заметкой, позволяет заключить, что в ней нет и не может быть никакого преступного умысла, тени посягательства на какие-либо национальные чувства, никаких призывов к экстремистской деятельности, никакого возбуждения вражды к кому-либо. Утверждение обратного я бы расценил как циничное пренебрежение фактической стороной дела. Рассмотрев заметку до знакомства с объемной и даже комплексной экспертизой, я могу с уверенностью утверждать, что анализ этой экспертизы может быть только разоблачением некомпетентности и аморальности экспертов, привлеченных следователем, грубейшим образом нарушившим закон. Также либо в силу своей крайней некомпетентности, либо в силу каких-то аморальных мотивов. Любой здравомышлячий человек, прочтя заметку, о которой идет речь, не обнаружит в ней ничего криминального. В особенности должно быть ясно отсутствие какого-либо состава преступления для лица, получившего юридическое образование. Уж сам факт исправления с экспертами вопросов номер 5 и номер 6, поступивших от следователя, показывает, что следователь не способен выделить сферу специализации этих экспертов. Даже сам факт возбуждения уголовного дела следователем, старшим лейтенантом юстиции Кобазевым, заметим, что русская фамилия Кобазев, демонстрирует его непригодность для отправления возложенных на него служебных обязанностей. Господин Кобазев, мы запомнили, что вы не способны. Учитесь для начала или смените сферу деятельности, займитесь чем-нибудь конструктивным, пока вы выступаете как русофоб, возбудивший уголовное дело без каких-либо существенных мотивов для того, чтобы это сделать. Некомпетентность следователя и экспертов в любом случае подлежит публичной огласке и доведению соответствующей информации до непосредственных руководителей. Чем я и занимаюсь, я именно это и сделаю. Я публикую то, что я говорю, и я направлю тот материал, который у меня в руках, руководителям как экспертов, так и вот этого следователя, который допускает безобразные действия в отношении ответственного гражданина. Дальше следует анализ заключения экспертов. Сначала анализ вопросов, поставленных следователем перед специалистами. Следователь Кобазев сформулировал 8 вопросов к тексту, который предельно прост и пригоден для понимания любого человека, даже не имеющего высшего образования. И в анализ следователь обязан был провести самостоятельно, без привлечения лингвистов и психологов, поскольку содержание текста общедоступно. Видимо, следователь Кобазев не знает, что такое призывы, раз формулирует вопрос к специалистам. Хотя отличить принудительные предложения в тексте на русском языке способен каждый выпускник средней школы. И никаких затруднений в том, чтобы отобрать из них те, которые напоминают пропагандистские штампы, не представляет никакого труда. Привлечение лингвистов и психологов к этому вопросу лишь запутывает дело псевдонаучными измышлениями. Термин «лингвистические признаки возбуждения розни» — это изобретение следователя далекое от юридически выверенных формулировок. Допуская специализацию признаков возбуждения розни, следователь создает превратную задачу для специалиста — найти любой ценой возбуждения и приписать себе способность такое возбуждение идентифицировать в соответствии со своей специализацией. В действительности лингвист принципиально не может выявить признаки возбуждения розни, ибо его специальность связана с грамматикой и лексикой. Не может быть также особенной задачей для психолога выявить в тексте признаки того самого возбуждения, которое несет нагрузку в смысле статьи уголовного козекса. Тем более, что психолог не может работать в отрыве от личности автора публикации без общения с ним. Вопросы возбуждения розни — это сфера, которая находится на стыке социальной психологии и обществоведения, ибо требует знаний о психологических реакциях на общественно-значимые явления. Как правило, психологи не имеют соответствующих знаний, необходимых для того, чтобы определить общественную значимость того или иного текста. Тем более, у них не может быть оснований, чтобы делать какие-либо выводы из краткой заметки. Сама попытка заняться этим — прямая профанация научного подхода. Должен заметить, что общественно-значимым событием заметка, о которой мы говорим, становится только и исключительно благодаря следователю Кобазеву. До его постановления о возбуждении уголовного дела никаких признаков общественно-значимого статуса у заметки не было. Поэтому истинным возбудителем ненависти в данном деле может быть только сам следователь. Это обстоятельство является существенным для всего дела. Да, я утверждаю, что следователь Кобазев, видимо, не имея никакого опыта и никаких моральных устоев, позволил себе превратить очень небольшую, действительно конфликтную заметку с разного рода руганью, не выходящей за пределы литературной нормы, в общественно-значимое явление. Я тоже стараюсь сделать его поведение, именно поведение следователя общественно-значимым событием, то есть действием русофоба, который должен быть отстранен от должности и по возможности удален вообще от правоохранительной деятельности, поскольку он не обладает ни соответствующими знаниями, ни морально-нравственными качествами, которые необходимы в этой деятельности. Следователь предлагает лингвисту и психологу рассматривать вопросы, которые не входят в сферу их специальных знаний, вопросы о пропаганде. Пропаганда – это область общественно-политическая, но никак не лингвистическая и не психологическая, тем более лингвист и психолог не вправе делать какие-либо заключения по поводу расы, национальности, религии, социальной группы. Постановка соответствующих вопросов свидетельствует о глубокой некомпетентности следователя, о готовности лингвиста и психолога отвечать на такие вопросы, об их аморальности. Я тоже стремлюсь к тому, чтобы сделать публичным достоянием фамилии этих экспертов и образ их мышления, образ их деятельности. Эти фамилии должны быть тоже зафиксированы, зарегистрированы, начальство этих людей и широкая общественность должны их узнать. Об этом будем говорить ниже. Ощущение униженности, разумеется, не может быть исследовано лингвистом, а психолог не в состоянии определить это состояние, если он не взаимодействует с конкретными людьми, а берется анализировать текст. Каковы бы ни были выводы психолога по данному вопросу, они будут надуманы, высосаны из пальца. Подробный анализ бесплодности надуманных и просто глупых вопросов следователя занял бы слишком много времени. Следует отметить разве что последний, восьмой вопрос экспертом о признаках обвинений должностных лиц и правоохранительных органов РФ в деятельности и действиях, направленных против России. Этот вопрос разоблачает противозаконный замысел следователя организовать репрессии против активного гражданина, критически настроенного к властям, разрушающим его жизнь и заполняющим ее бесконечными конфликтами. Сама постановка вопроса является вызывающей вздорные и посягающие на конституционные права граждан, имеющих полное право, а в нынешних условиях и полное основание обвинять должностных лиц и представителей правоохранительных органов в деятельности, направленной против России. Собственно, следователь этим и занимается. Действительно направленной против России, то бишь против граждан, против ответственных граждан, которые имеют чувство собственного достоинства и требуют, чтобы среда вокруг них была организована в соответствии с законом, конституцией и их интересами. Результаты этой деятельности широко известны, а в деталях содержатся в отчетах Росстата и Счетной палаты. Катастрофическое положение во многих сферах жизни нашей страны общеизвестно, поэтому сама постановка вопроса следователям – это своего рода явка с повинной, которая отражает его задачу безосновательное возбуждение уголовного дела и преследование гражданина за его взгляды, за критическое отношение к политике властей, должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, чиновников и т.д. Умысел на совершение преступления следователям Кобазевым просматривается и в подчинении его действий общей задачи организации беззаконного репрессивного действия со стороны врева начальника ЦПЭ, УВД, ЦПЭ – Центр противодействия экстремизму, УВД по ЮАУ, ГУ, МВД России по городу Москве Юго-Восточного округа, подполковника полиции Колупатина, запомним и эту фамилию, подполковник полиции Колупатин, ЦПЭ, на которого эксперты указывают как на заказчика предварительного экспертного исследования, выводы которого существенным образом повлияли на экспертизу привлеченных в данном случае экспертов Гурова и Сапунову. Тем более, что Гурова участвовала как и в предварительной экспертизе, так и в комплексной, назначенной следователем. Также на преступный умысел в отношении активного гражданина, решительно выступившего против враждебного поведения гастарбайтеров, усматривается в том, что в отношении него, как автора заметки, не было никаких предупреждений в отношении портала, где появилась его заметка, никаких требований снять данную публикацию и воздержаться от дальнейших подобных публикаций. Заметку я прочел на том месте, где она была размещена, портал работает, заметка на месте, никаких проблем нет, никаких даже замечаний, которые могли бы быть размещены там же, в качестве комментариев, например, этой заметки. Нет и их, видимо, не было никогда. Произвольная репрессия направлена не на какой-либо поступок автора, а на его личность, которая по каким-то причинам попала в сферу внимания ЦПЭ, организации, известной политическим активистам, своим массовым беззаконием и грубейшими пренебрежениями к правам граждан. Доходящая до болезненных форм тщательность отбора материала для экспертизы, отраженная в экспертном исследовании, прямо свидетельствует о намерении представителей ЦПЭ, следователей и экспертов применять самые жесткие меры к личности, используя самую заурядную публикацию, не имеющую никакого общественного значения. Анализ формальной компетентности экспертов. Эксперт Елена Васильевна Гурова, филолог, аттестованный как специалист, имеющий право на производство самостоятельных судебных экспертиз. Не указано учебное заведение, которое она закончила, не указано, какое заведение выдало аттестационный документ. Стаж работы по специальности в экспертной деятельности всего один год. Данный стаж не подтверждает достаточного опыта работы и способности самостоятельно проводить экспертизы. Формальное право на такие экспертизы имеет любой специалист, обладающий необходимыми знаниями. Это указано в статье 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Причем вне зависимости от какой-либо аттестации, которая для судебных экспертиз не носит обязательного характера. Фактически судья может привлечь для экспертизы любого человека, в чьей компетентности он не сомневается. В данном случае есть все основания сомневаться в компетентности. Всего годовой срок деятельности в роли эксперта. Видимо, за один год можно подготовить после студенческой скамьи человека, который будет решать вопрос, сидеть ли кому-то в тюрьме или платить ли огромные штрафы, якобы за экстремизм или якобы за призывы к ущемлению прав каких-то национальных, социальных, религиозных групп. Эксперт Елена Викторовна Сапунова, психолог, аттестованный как специалист, имеющий право на производство самостоятельных судебных экспертиз. Не указано учебное заведение, которое она закончила. Не указано, какое заведение выдало аттестационный документ. Стаж работы по специальности 5 лет. Стаж экспертной деятельности тоже один год. Данный стаж не подтверждает достаточного опыта работы и способности самостоятельно проводить экспертизы. Не указано место работы и профиль выполняемой работы, которые могли бы подтвердить опыт эксперта при проведении анализа общественно-политической публицистики. В качестве эксперта опыт работы недостаточен, чтобы самостоятельно проводить экспертизы. Оба эксперта принадлежат к одной и той же организации, государственному бюджетному учреждению Москвы, Московский исследовательский центр, что означает возможность корпоративного сговора между экспертами. Скорее всего, таково и был. Настолько идентичны те положения, которые оказались как в выводах психолога, так и в выводах лингвиста. Профиль деятельности данного учреждения в течение многих лет, с 1992 по 2013 год, не соответствует профилю поставленных перед экспертами вопросов. Он исчерпывается следующим перечнем. Проведение аналитических исследований по проблемам соблюдения авторских и смежных прав в области распространения аудиовизуальной продукции и компьютерных населителей. Проведение экспертных исследований контрафактной аудиовизуальной продукции, компьютерно-технологических, психолого-лингвистических, криминалистических экспертиз и исследований проведения правовых, финансово-экономических и товароведческих экспертиз. Подготовка и проведение торгов, анализ деятельности хозяйствующих субъектов с целью обеспечения экономических интересов города Москвы, осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, технической защиты, конфиденциальной информации, персональных данных. Из данного перечня видно, что никакой связи с экспертизой в области общественно-политической проблематики организация не имеет. Я думаю, что реального опыта у этих экспертов просто быть не могло. Поскольку данное учреждение является подчиненным Департаменту безопасности города Москвы, оно входит в систему формальных и неформальных отношений между чиновниками и правоохранителями. Это также может приводить к корпоративному сговору в целях предоставления отчетности по борьбе с экстремизмом, который недобросовестными должностными лицами может рассматриваться как политический заказ, задание, спущенное высшестоящим начальством. Из данной информации вполне ясно, что экспертиза в принципе не может быть квалифицированной, а также вполне обоснованы опасения, что в основу экспертизы положен преступный сговор между следователем и руководством ГБУ Московский исследовательский центр. Некомпетентность экспертов выражена ими в исправлении вопроса номер 7, где следователь просит выяснить, есть ли в тексте заметки какое-либо восхваление чего-либо. Сам вопрос странен, и конечно его надо было исправлять, но не так, как исправили эксперты. Сам по себе вопрос некорректен, но еще более некорректна его переформулировка экспертами, которые берут на себя смелость выяснять наличие в заметке признаков оправдания каких-либо действий в отношении групп, выделяемых по признаку пола, рас, эмоциональности, языка, происхождение, отношение к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе или представители такой группы. Безумство соответствующего вопроса совершенно очевидно для любого здравомышлячего человека, который прочтет заметку, о которой мы сейчас говорим, которую обсуждаем. Там нет ничего про указанные группы и их представителей. Но главное не это. Главное, что лица, не имеющие специальных знаний, по поводу методик выделения указанных групп берутся определять, нет ли в заметке оправдания каких-либо действий в отношении этих групп. Эксперты должны были ознакомиться со своими обязанностями в качестве судебных экспертов, но не удосужились этого сделать, и поэтому решились коснуться тех научных сфер, в которых они не имеют достаточных знаний и вообще не имеют никакого представления о них. Далее рассмотрим лингвистический анализ госпожи Гуровой, эксперта Гуровой. Полная некомпетентность эксперта в области современной публицистики и политической социологии приводит его к утверждению о том, что группа фашисты является существующей в России реально, и что автор заметки представляет себе именно такую реальность. Не имея представления о современной лексике, эксперт Гурова определяет слово «фашист» не как бранное и отнесенное к неопределенной группе лиц, образно говоря, плохие люди, а как квалифицирующую вполне определенную социальную группу. Эксперт утверждает, что заметка содержит оценку социально-политической обстановки в Москве, так прямо и написано. При этом эксперт недопустимо меняет местами частные и общие, путает описание конкретного случая и обобщающих заявлений автора. Поэтому и приходит к совершенно ложному представлению о том, чему посвящена заметка. Место случая в экспертизе Гуровой заменяет обобщение, причем именно из описания случая Гурова берет произвольно выдуманное ею обобщение. То есть не слова автора заметки, а свои собственные домыслы. Автор заметки в начале статьи приводит конкретные случаи из жизни, цитирует брань гастарбайтера в адрес москвичей, а потом приходит к обобщающим выводам. Эксперт Гурова все переворачивает обратным порядком, определяет отношение автора заметки к миграционным проблемам через эту брань. Это нелогичный, недопустимый оборот, вменяющий автору совсем не ту мысль, которая выражена в его заметке. Эксперт Гурова идет на прямые подмены текста заметки. Автор пишет, в Москву намеренно завозят фашистов. Гурова переводит, мол, автор пишет, что в Москву завозят мигрантов. Автор не обобщает, а эксперт Гурова делает это за автора, приписывая его свои произвольные соображения по поводу текста. Из текста вполне ясно следует, что совокупность лиц, которые обозначаются у автора как фашисты, уже чем совокупность гастарбайтера или азиаты. Вообще, может быть, речь идет о той группе, которую он, как считает, представляли вот эти хамы, которые сказали о том, что они будут изничтожать. Нецензурная лексика там была использована против москвичей. Вот они собирались уничтожать москвичей точно так же, как изничтожали германские фашисты, или точнее армию вермахта в 1941 году. Вот именно к ним относил свои ругательства автор заметки, а мадам Гурова решила все это обобщить и считать, что все гастарбайтеры, все азиаты, они именно к ним относятся, все эти характеристики. Гурова предпочитает произвольно отодействовать эти совокупности гастарбайтеры, азиаты, фашисты, там, ублюдки и так далее. Чем и вменить автору в вину? Негативное отношение ко всем трудовым мигрантам. Этот термин Гурова также произвольно вводит в свой анализ, считая, что у автора это то же самое, что гастарбайтеры или азиаты. Игнорируя отрывочность и нервность экспрессивных выражений автора, Гурова произвольно переформатирует его мысль, перенося негативные отношения автора. Высказанные заметки схамски ведущих себя конкретных гастарбайтеров на всех вообще трудовых мигрантов. Не зная предмета, который знаком специалистам по миграции, эксперт Гурова не в состоянии понять текст заметки, где говорится о русских, вынужденных бежать из вновь образованных на постсоветских пространствах азиатских государств. Не имея представления о трагедии миллионов людей, эксперт Гурова смеет рассуждать, что автор противоставляет русских и кого? Оказывается, трудовых мигрантов. С той же степенью убедительствием можно противопоставить луну и сыр. Где луна, где сыр. Они обе круглые, обе желтые. Давайте противопоставим. Там луна, здесь сыр. Чем-то сходны. Ну вот, получается, что чем-то сходны все русские и все трудовые мигранты. Это логика эксперта Гурова. Если речь идет о межнациональном конфликте, то положено указывать национальность, а не совокупность лиц, объединенных не национальностью, а правовым статусом иностранца и лица безгражданства, оказавшегося на территории России, легально или нелегально. Возможно, Гурова не в курсе, что не всякий трудовой мигрант находится на территории России законно, и что не всякий работающий в России иностранец имеет разрешение на работу в соответствии с законом. Эксперт Гурова пользуется определением слова гастарбайтер по словарю, хотя словарные значения слов далеко не всегда отражают смыслы, которые им придают люди, их использующие. Это может быть связано с ошибками, отступлениями от литературной нормы, а именно она зафиксирована в словарях, а также со сложными контекстами, скажем, иносказания, иронии и т.д. Это однозначно демонстрирует неспособность эксперта Гуровой проводить лингвистическую экспертизу текста. Она не владеет элементарной научной методикой анализа, предполагающей широкую смысловую вариативность языка и смысловую неоднозначность, которую практически невозможно устранить при исследовании короткой заметки в несколько абзацев. Эксперт Гурова от сомнительных соображений, произвольно трактующих текст заметки, переходит в прямой лжи, в которой можно усмотреть и злонамеренность подчинения не мотивам исполнения своей исследовательской миссии, и не требованием установления истины, а оказанием услуги вышестоящему начальству. Иначе трудно объяснить, почему экспрессивная лексика автора, направленная на конкретных лиц и частные случаи, переносится Гуровой на широкую общность, в которую эти лица предположительно входят. Некомпетентность эксперта в данном случае также выражена попыткой оценить значение экспрессивных выражений по словарям. С таким успехом оценную лексику эксперт может отнести к угрозам сексуального насилия. Лингвисту, столкнувшемуся с экспрессивными выражениями, которые следует признать как бранные, мог бы попытаться прояснить для себя функции брани в русском языке, но этого эксперт не делает. Допуская произвольную подстановку вместо слов, применяемых автором, а также смешивая частные и общие, эксперт Гурова создает совершенно превратную произвольную трактовку текста. Там, где автор пишет «фашисты», Гурова подставляет трудовые мигранты, и состряпан смысл, которого в заметке нет. Наказ будущим депутатам очистить Москву от гастарбайтеров в интерпретации Гуровой превращается в побуждение к дискриминации всех вообще трудовых мигрантов. Не имея элементарных знаний в области права, эксперт интерпретирует любую дискриминацию вообще как лично негативная, в том числе и дискриминацию иностранца по отношению к гражданину, преступника по отношению к законопослушному лицу и так далее. И представляет дело так, будто выселение иммигрантов из страны – это нечто недопустимое. Между тем, автор заметки в значительной степени пересказывает то, что присутствует в сотнях аналитических статей, политических программ, оценочных высказываний москвичей. В частности, на выборах мэра Москвы Сергей Собянин объявил себя противником незаконной миграции, которая создает напряжение в обществе, влечет рост преступности и создает угрозу безопасности москвичам. Автором заметки почти буквально повторена программа Собянина, которую он, победив на выборах в 2012 году, обязан соблюдать. Выдворение с долгосрочным запретом на въезд в Россию иммигрантов, нарушивших правила пребывания, сокращение использования неквалифицированной рабочей силы в городском хозяйстве, в том числе в системе ЖКХ, соблюдение иммигрантами традиций и обычаев бытового поведения, принятых в нашем обществе. Эта программа опубликована и имеется в сети интернет. Конечно, бытовая манера изложения отличается от официальной, тем более, что бытовая отражена в заметке по итогам личных и весьма острых переживаний автора. Ничего этого эксперт понимать не желает, а потому анализирует не текст заметки, не отражение в ней каких-то реалий, а свои фантазии насчет мыслей и намерения автора. Эксперт просто подменяет одну мысль другой. Автор в заметке выражает общераспространенное мнение о том, что иммиграция должна быть прекращена, а недавние иммигранты выселены из страны. Причем его раздражение и экспрессивная лексика направлены на мигрантов со вполне отчетливо проявленными качествами, с которыми автор столкнулся на личном примере. Гурова все это представляет как обоснование борьбы с трудовыми мигрантами. Можете себе представить, со всеми. Столкнулся человек с двумя, а почему-то обобщение Гурова делает на всех. А в данном случае автор делает обобщение в отношении подобных же лиц, а не всех вообще. Это поистине бредовый вывод, не имеет под собой ни малейших оснований, является плодом творчества эксперта, не обладающего достаточными профессиональными навыками. Автор говорит о прекращении иммиграции и выселении иммигрантов. Гурова о борьбе. Ничего общего между собой эти установки не имеют. Первая предполагает правовой порядок, меняющий иммиграционную политику, вторая отвергает саму возможность правового прекращения иммиграции. Конечно же, побуждающие моменты в тексте имеются, в том числе и к будущей власти. Но нигде не говорится о том, что это будет дискриминация, ущемление прав, а не правовой и законный метод разрешения иммиграционных проблем столицы. Эксперт грубейшим образом искажает и мотивы автора. Автор пишет о хамстве и ненависти к России, которые должны быть для иностранца причиной бессрочного запрета на въезд в Россию. Гурова интерпретирует это как призыв к дискриминирующему действию по отношению к трудовым мигрантам как группе лиц, выделяемых по социальному признаку. Бред полный. Некомпетентность эксперта Гуровой также выражается в определении азиатов как группы по совокупности социального и национального этнического признаков. Даже школьник знает, что азиат это житель Азии, чьи части света откуда в Россию могут приезжать представители самых разных социальных и национальных групп. Но эксперт Гурова делает открытие какую-то неизвестную науке смесь социального и национального по совокупности признаков. Таких групп не существует и существовать не может, что делает выводы Гуровой профанацией научной экспертизы. Дело доходит до циничной клеветы. Автор в заметках выражает возмущение унижением коренного населения Москвы фашистами и ублюдками, а эксперт объявляет это возмущение признаком унижения трудовых мигрантов. То есть автор говорит про фашистов и ублюдков, а эксперт подставляет вместо этих слов слова «трудовые мигранты» и делает свои выводы. До какой же низости может дойти лицо, лишенное элементарной порядочности и научной добросовестности? По совокупности приведенных аргументов, анализ эксперта Гуровой не может быть признан основанным на научных методиках. В рамках своей профессиональной компетентности Гурова демонстрирует неспособность провести научно-обоснованный анализ за пределами своей профессиональной сферы. Она демонстрирует чудовищное невежество, а в выводах доходит до клеветических утверждений. Следующий эксперт Сапунова, якобы психолог, и она якобы проводит психологический анализ. Можно согласиться с экспертом в том, что заголовок заметки носит провокационный характер. В Москву завозят фашистов и готовят их к резне. Но что провоцирует этот заголовок? Что он означает? Фашисты будут резать или фашистов будут резать? Очевидно, что заголовок не провоцирует ничего, кроме любопытства. Но в силу крайне ограниченной читательской аудитории, в месте публикации и заметки, она охватывает не более нескольких десятков человек. Поэтому вся провокация – это буря в стакане воды, которую эксперты пытаются, вероятно, по заданию начальства, представить как огромное бедствие или, по крайней мере, провокацию такого бедствия. С самого начала эксперт неверно определяет характер статьи и ее направленность, путая общая и частная, ровно таким же образом, как это делает эксперт-лингвист. Ссылаясь на эксперта-лингвиста при определении характера статьи эксперт-психолог с самого начала своего анализа, делать его бессмысленным. Ошибка в начальной посылке дискориентирует все последующие рассуждения. Темой статьи не является сложившаяся социально-политическая, межнациональная, межэтническая, враждебная ситуация в Москве. Тема статьи – это конкретное проявление враждебности иностранных работников ЖКХ по отношению к автору. Если же тема статьи была бы той, которую поминает эксперт, то как психолог эксперт обязан был отказаться от ее анализа, поскольку такой анализ требует специальных знаний, выходящих за рамки психологии. Эксперт-психолог, как и лингвист, произвольно обобщает частный случай, приписывая такое обобщение автору заметки. Автор пишет о фашистах и ублюдках, чьи женщины вцепляются вам в волосы, а эксперт полагает, что речь идет вообще обо всех азиатах. Эта безумная мысль, видимо, может быть близка только эксперту. У автора такой мысли нет. Если негативные эмоции с очевидностью направлены на конкретных лиц, а обобщение на аналогичных лиц, а грестивно настроенных против москвичей и шире против русских, то его негативные эмоции с очевидностью направлены на конкретных лиц, а обобщение на аналогичных лиц, а грестивно настроенных против москвичей и шире против русских. Эксперт хладнокровно объединяет всех этих лиц с так называемыми азиатами. Здесь, как можно видеть, присутствует та же загадка с социально-национальным конгломератом, якобы способным составить какую-то группу в лице гастарбайтеров. Но, в отличие от эксперта-лингвиста, эксперт-психолог делает свое собственное открытие, открывает конфликт между всеми русскими, как этно-национальностью, и всеми трудовыми мигрантами, как социальной группой. Выходя за пределы своей компетентности, в данном случае эксперт проявляет непонимание того, что автор понимает под словом русский и произвольно приписывает русским этничность, хотя автор об этом ни словом не обмолвился. Получается, что эксперт вменяет автору свое собственное понимание русскости исключительно как ровно родственной общности. Между тем, хорошо известно, что русскими считали себя, и так считали их окружающие, многие известные личности, которые кровно с русским народом связаны не были. Вся эта проблематика, как мы видим, для эксперта Сапунова – темный лес, но эксперт смело входит в этот лес, блуждает там и выходит из него с выводами, порожденными некомпетентностью, а, возможно, и злонамеренностью. Подменяя текст заметки своими домыслами, эксперт Сапунова относит всю экспрессивную лексику автора на всех вообще гастарбайтеров, в том числе на азиатов. Хотя из текста заметки с очевидностью следуют, то вся экспрессия имеет своим истоком кейс-стадии, частный опыт, пережитый автором, но обобщенный им в дальнейших размышлениях, исходя из аналогичных случаев. Автор изобличает зло и относит к нему ругательства, а эксперт Сапунова полагает, что эти ругательства направлены не на зло, а на огромные группы людей. Эта подмена глубоко порочна и отражает пороки самого эксперта, его неспособность видеть частное и общее, неспособность буквально читать по написанному без собственных домыслов. Гражданская позиция автора вырована в его собственных действиях, личные встречи с руководством структур ЖКХ, написание жалоб в инстанции, об этом говорится в статье, а также в предупреждениях другим общественным активистам о возможной опасности, в тревожных высказываниях и вполне конструктивных предложениях в адрес власти. Эксперт Сапунова все это интерпретирует в обвинительном ключе, будь то она не эксперт, а прокурор, имеющий дело с хорошо знакомым рецидивистом. В остальном домыслы эксперта Сапуновой тождественны домыслам эксперта Гуровой, не отличаясь от них каким-либо профессиональным признаком. Здесь налицо та же подмена слов и смыслов, та же клевета на автора в виде переформулированных до неузнаваемости его слов. Как психолог, эксперт Сапунова никак не проявила свои знания специалиста, не рассмотрела вопрос об эмоциональном состоянии автора, и о том, какие эмоциональные состояния может вызывать прочтение его текста. Между тем, очевидно, что автор написал текст в состоянии возбуждения непосредственно после конфликта с гастарбайтером и его начальством. Все это прямо следует из текста, а также отражено в экспрессивной лексике, которая показывает, что автор от возмущения не находит подходящих слов. Что касается эмоциональных состояний читателя текста, то их можно было бы установить хотя бы по комментариям, которые накапливались в течение года. По этим комментариям мы видим, что никакого возбуждения у читателей не присутствует. По одной простой причине. Факты, аналогично изложенные в заметке, читателям хорошо известны, но они воспринимают текст без тех острых переживаний, которые возникли сразу после ситуации конфликта. То есть у автора была острая ситуация, поэтому он эмоционален. А у тех, кто читал эту заметку, таких эмоциональных состояний не было. И даже если подобные случаи происходили, то энергия возбуждения уже спала, и люди читают эту заметку вполне спокойно. Таким образом, эксперт Сапунова ничем не отразила в своем исследовании профессиональных навыках психолога. Все ее соображения никак не демонстрируют специальных психологических знаний, а также выходят за пределы ее компетенции, касаются вопросов, в которых Сапунова демонстрирует полную неосведомленность. Синтезирующую часть и выводы экспертов не имеет смысла рассматривать силу глубокой некомпетентности привлеченных для экспертизы лиц. Спасибо, что эксперты все-таки не нашли в маленькой заметке ни призывов к насилию, ни оправдания насилия, ни обвинений каких-либо должностных лиц. Обнаружить все это склонял их следователь, а также инициатор организации преследования автора, сотрудник ЦП, разумеется, без всяких на то оснований. Итог изучения экспертизы Гуровой-Сапуновой неутешителен. Данные эксперты профессионально некомпетентны, а их выводы являются плодом их собственного воображения, имеющего исток далеко за пределами науки. Дополнительно, в ответ на запрос адвоката, необходимо признать, что привлечение для анализа текста лингвистов, не специализирующихся на анализе общественно-политических текстов, и психологов, не входящих в контакт с автором текста, не образует компетентный состав экспертной группы для комплексного анализа заметки. Ее содержание оказывается за пределами профессиональной компетенции экспертов и даже по их формальному статусу. Вот к этому своему исследованию, к этому своему материалу я прикладываю свой диплом доктора политических наук, а также список фундаментальных публикаций на темы, которые затронуты в моем исследовании и которые изобличают следователя, вот этого подполковника ЦП, который все это организовал, и экспертов в полнейшей некомпетентности и даже в злонамеренности. Я абсолютно убежден, что все это безобразие, нужно ЦП экстремизму и следователю только для отчетности, больше ни для чего. Ну а эксперты идут на поводу у этих негодяев, я считаю, что вот этот Кобазев и кто там еще, этот подполковник, это негодяи, безусловно, негодяи. Потому что только деструктивные русофобские установки могут их мотивировать на вот такое поведение, на возбуждение уголовного дела. По поводу заметки из нескольких абзацев, вполне обычной для интернет-среды и даже более интеллигентно написанной, чем обычно пишут разные комментаторы, которые не обладают в достаточном культурном уровне. В данном случае автор вполне культурно, хотя не вполне грамотно пишет и использует экспрессивную лексику, но все же по содержанию заметка абсолютно спокойна. В ней есть анализ конкретных случаев, есть описание действий для того, чтобы подобные случаи не повторились. Действия активного гражданина, который обращается к представителям власти или представителям начальства, которое главенствует над вот этими гастарбайтерами, пишет о том, что он оформляет жалобы соответствующие органы, а затем пишет о тех опасностях, которые грозят москвичам, в общем-то, и всем гражданам России в связи с массовым переселением сюда, в нашу страну, иммигрантов. По схеме вся эта заметка абсолютно корректна. Некорректны там только некоторые слова, но эти слова следует отнести к эмоциональному состоянию автора. Соответственно, когда он применяет эти слова, он обращает их к тем самым негодяям, с которыми он столкнулся, которые допустили в его адрес нецензурные выражения, оскорбление его личное, оскорбление памяти предков, оскорбление нашей победы в Великой Отечественной войне, оскорбление ветеранов. Ну и, в общем-то, это оскорбление любого русского человека, который помнит о своих предках, которые сложили свои головы в этой войне, в особенности в 1941 году под Москвой. Именно на это был акцент в злобном высказывании гастарбайтера, который приводит автор заметки. Мы видим, что 282 статья действительно становится способом подавления вообще любой гражданской активности, в которой есть хотя бы какая-то крупица русскости, обида русского человека за свое униженное состояние, попытка защитить себя от того сегодня пока словесного, в основном словесного произвола, но также и от возможных актов бандитизма, которые нам широко известны, от актов насилия, которые происходят от гастарбайтеров. Мы приводили эти цифры удвоения особо опасных преступлений со стороны гастарбайтеров. Поэтому все действия наши со стороны общественных активистов, общественно-политических активистов, это действия самообороны против тех людей, которые организовали буквально этническую войну. Мы находимся на этнической войне, так вот пишут наши эксперты, так пишут литераторы. Мы находимся на этнической войне и пытаемся обороняться, но те люди, которые относятся сегодня к государственной власти, к правоохранительной системе, стремятся нас полностью разоружить и запретить нам всякую оборону в этой ситуации. Это, конечно, преступная деятельность, и Центр противодействия экстремизму, Следственный комитет, прокуратура, суды наполнены русофобами, даже если они носят русские фамилии. Они крайне деструктивно действуют во всех подобных ситуациях, потому что откуда-то сверху приходит установка, надо преследовать русских общественных активистов, если они хотя бы маломальски защищают русский народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова